Василий Алексеевич Комаровский Поэт-прозаик. Родился 21 марта 1881 года в Москве в семье графа Алексея Егоровича Комаровского, хранителя оружейной палаты. Его прадедами были известный мемуарист генерал Евграф Комаровский и генерал Петр Горчаков. Состоял в дальнем родстве с Пушкиным и Веневитиновым. Его мать Александра Васильевна, урожденная Безобразова, страдала тяжелой формой эпилепсии. До самой своей смерти в 1904 году она не выходила из психиатрических клиник. Болезнь унаследовал и Василий. Мальчик провел детство в имении деда Василия Безобразова в селе Рикша и получил прекрасное домашнее воспитание. Свободно владел французским и древнегреческим языками. Читал в подлиннике Гомера. В 1898 году Комаровские переезжают в Петербург. Однако в августе 1899 года Василий возвращается в Москву и зачисляется приходящим воспитанником в Московской императорской лицей, который оканчивает 1 июня 1900 года. В этом же году он поступает на юридический факультет Петербургского университета. Летом следующего года Комаровской побывал на лечении в Германии. После возвращения в Россию осенью 1901 года переводится на историко-филологический факультет, а потом сразу же уезжает в клинику в Швейцарию. В дальнейшем Комаровской несколько раз лечился в российских и зарубежных клиниках. Занимался живописью. В 1906 году Василий увольняется из университета, так и не окончив его, и в конце года переезжает в Царское село к сестре отца Любови Егоровне. Осенью 1908 года на квартире супругов Кордовских в Царском селе знакомится с Николаем Гумилевым, который именовал его русским Анри Доранье, а позднее сдружился и с Анной Ахматовой. Оба посвятили друг другу лирические стихотворения. Поэт Георгий Иванов называл его стихи «блистательными» и «ледяными», а друзья дали ему прозвище «царскосельский отшельник». Большое влияние на творчество Комаровского оказали произведения Иннокентия Анинского. В ноябре 1911 года в литературном альмонахе Аполлон появляется первая публикация стихов и прозы Комаровского, пять стихотворений и рассказ «Сабинула», подписанный псевдонимом «Инцитатус», в переводе с латыни «Вдохновенный», так звали «Коня Каллигулы». А через два года, в октябре 1913, тиражом 450 экземпляров, в Петербурге выходит единственная книга стихов и переводов Комаровского «Первая пристань», написанная гегзаметром. В это время поэт переезжает в Петербург в связи с необходимостью часто бывать в типографии издательства «Сириус», где готовился к публикации его «Искусствоведческий указатель главных живописцев Европы» с 1200 года по 1800 год, который увидел свет посмертно в 1915 году. Также Комаровской известен как автор романа «Доцу Симы», навел анекдоты о любви и разговоры в царском селе. Начало Первой мировой войны стало настоящим ударом для Комаровского. Сильное нервное потрясение вновь привело его в клинику для душевнобольных в Москве. Как-то поэт пророчески заметил, «Несколько раз я сходил с ума и каждый раз думал, что умер. Когда умру, вероятно, буду думать, что сошел с ума». В ночь с 7 на 8 сентября 1914 года Василий Комаровский скончался во время припадка в возрасте 33 лет. Похоронен в Москве на кладбище Донского монастыря. Могила Комаровского не сохранилась. Через два года после его смерти в альмонахе журнала «Аполлон» были опубликованы посмертные стихотворения графа Василия Алексеевича Комаровского. В 1979 году в Мюнхене вышло второе издание стихов поэта. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok